Всем привет, это Жнялкер, и сегодня мы продолжаем играть в Европу при Великие Династии. И что ж, ребята, давайте же загрузим нашу Польшу, посмотрим, что же тут у нас творится, ибо я не очень-то и помню. Да, в общем-то, вот она наша великая, просто величайшая польская республика, которая только могла бы быть. И, видите, здесь у нас армия 5 звезд, экономика 5 звезд и дипломатия 5 звезд. То есть, все у нас на пятерочку, и никак иначе. Да, в общем-то, польский народ поглощает всю Европу, где-то там, конечно, Дания еще нам может помешать с планами по захвату Европы. И вот где-то там Франция может помешать. А так я вообще хочу захватить Европу, потом двинуться куда-нибудь в Сибирь. Но в Сибири, конечно, здесь меня сейчас очень напрягает Персия, которая даже ведет в клонизацию, что тоже является не очень-то веселым фактом. Ну и что ж, давайте начнем. Не будем мытянут никого, и поэтому погнали. Ну, в общем-то, в Америке тоже все спокойно, поэтому можно запускать. Аляску там еще нам оставляют, как я вижу. Ну да, Аляске нам, конечно, еще топать и топать. Но я думаю, что мы должны успеть. Так, давайте переключим на политическую карту. И ой-ой-ой, патриоты венгерские. Польские патриокуляристы. Что-то их, кстати, много очень. И нижегородские националисты. Здесь у нас готовится какая-то армия. Что-то я не очень помню, где все стояло. Ну, вот армия провинции Вильна стояла по-любому Вильна. По-другому быть просто не может. Так, так что давайте переставим Вильна. Армия Новгорода, пускай, идет у нас на север, да. В правильное направление она движется. Армия Востока идет у нас на восток. Это что такое? Трапезунт. А, трапезунт же мы нафиг послали. А то... Что-то он нам там дерзил, по-моему. Поэтому зачем он нам нужен? Поэтому давайте гарантируем независимость Боснии. Давайте еще гарантируем независимость Болгарии. А то я в прошлых выпусках забыл им гарантировать независимость. А все-таки вот... Хотел, хотел я здесь влиять на политику на Балканах. То есть хочу я, чтобы здесь все развивались миром. И если кто-нибудь начнет качать свои права, то мы сразу покажем ему, на что способна наша Польская Республика. И, в общем-то, ребята, погнали. Погнали. Что-то вот не знаю. Я поставил разрешение экрана под свой новый монитор. Да, но кто не смотрел подкаст, мне купили новый монитор. И, как видите, немножечко это что-то кривовато получается. Что-то вот здесь дата, она где-то, смотрите, аж в центре экрана. Ну ладно, пока что сыграем с таким разрешением. А потом я, если что, переставлю на свое. На свое новенькое разрешение. Так, Саратов. Что здесь у нас происходит? Это армия Москвы, потому что я уже запомнил эту армию, ребята. Потому что она у нас уже сколько раз, сколько лет, сколько зим она уже вздыхает. И, в общем-то, это уже какая-то традиция в этой московской армии умирать. Так. Ну, блин, ну только я сказал, что это традиции. И вот они умерли на ваших глазах, ребята. Вот так вот. Традиции, в общем-то, русские здесь чтут у нас в Москве, во Владимире. И поэтому надо как-то эту традицию искоренять. Так, куда они там в Шапрон? Ой, ну знаете, в Шапрон это классно. В Шапроне вы там, в общем-то, повеселитесь там. Удачи вам, дам, австрийцы. Войск, по-моему, а нет, у них есть войска. А то я уже хотел сказать, что войск нет, но удержитесь там. Так, что у нас здесь? Украинская армия идет в Подолье. Все в восстание давятся. Ну, что-то русские прям. Вы посмотрите, как русские не хотят быть зависимыми от польского государства. И поэтому они организовали здесь. Борьбу за независимость. Курск, крупные горы, патриота Чешская, польские партикуляристы в Люблине. Вот польские партикуляристы мне больше всего докучают, ибо они очень даже умные, ребята. Вы посмотрите, они где-то всего 7 тысяч, но они штурманули мою крепость. Что-то мне это не очень нравится. Что-то это мне, ребята, не очень нравится, что они вот так вот быстро штурмуют. Окей, что у нас здесь во Владимире? Во Владимире мы там стреляем. Сейчас отстреляемся, нормально все будет. О, как раз восстание в Курске появилось. Туда идут наши украинские хлопцы. Жмут патриоты Чешской. Так, во Владимире мы тоже там всех перестрелили муром. Что у нас происходит в муроме? В муроме у нас там какая-то фигня творится. Нижегородские националисты посмели бросить нам вызов. Но ничего, ничего. Бросать вызов польской республике, это себе же дороже, да, ребята? Мы уже, я думаю, убедились. Потому что какая наша Польша была такая вот маленькая-маленькая державка. Ну и как видите, вот она выросла, вымахала-то как. Просто державище. Ну как в этой рекламе. Дмитрия Нагиевым. Так. Неркавичище. Нержава. Нержавище. И чего это? Кто там? Нижегородские националисты. Смоленска. Ладно. Давайте, в общем-то, всех мы сейчас слоем здесь поймаем, так сказать. Чего ж они здесь гуляют-то спокойно? Так, это что? Армия Проминции Новгород. Ну, Новгородская армия у нас есть. А вот Московской армии у нас как раз-таки никогда не бывает. Точнее, она бывает, но что-то она очень недолгожительская какая-то армия. Не очень она долго живет, и поэтому это надо хоть один раз, ну, исправить. То есть, наконец-то собрать эту армию, хотя бы 10 тысяч солдат сюда привезти. И чтобы они, наконец-то, прожили, ну, хотя бы, я не знаю, лет 10. Потому что они даже лет 10 не могут нормально прожить. Ну, что же они за нубасы такие? Ладно, что у нас здесь? Кардинал Фишер умер. Кардинал Фриули. Ладно, все равно у нас там кардиналов, по-моему, нету. А нет, у нас есть Велопольский кардинал. Он нам дает даже шанс на кардинала. Всего его процента, правда, но... Хоть какие-то шантики, но есть. Но смотри, Европа. Если я стану папой, то тогда, в общем-то, держись. Держись, Франция, держись, Дания. Будем вас, в общем-то, отлучать. Хотя Дания, по-моему, там лютеранская, да, если я не ошибаюсь. А нет, она католическая. Ну, тогда еще лучше. Тогда мы, в общем-то, сможем на нее повлиять. Если займем Папский престол. Но Папский престол, это, конечно, очень маловероятно, что мы его займем. Потому что, как-никак, для занятия Папского престола нам нужно ввести более-менее мирную политику. Но мирная политика, это не про нас. Это, конечно же, вовсе не про нас. Кто здесь хотел развиваться мирно? Вот. Я хотел развиваться мирно. Но потом полезли тут, в общем-то, всякие, всякие субостаты на землю-то польскую. И, в общем-то, огребли потом. Как видите, полезли на Польшу. И потом Польша полезла к ним. Да. Вот такой вот у нас исторический урок. Так, полотские националисты остались, по-моему. И все, да? Да, полотские националисты. Все, больше националистов у нас никаких нет. Осталось снизить у нас усталость от войны. И, в общем-то, можно потом начинать новую войну. Мы, кстати, воюем на низком содержании войск. Поэтому у нас войска восстанавливаются пока что потихонечку. Но, как видите, даже вот этого потихонечку хватает, чтобы удовлетворить все наши потребности. Так, в троках, литовские националисты. Так, это где они? Вот они где. Ну, ладно. Смотрите, смотрите, литовцы. Чтобы вас больше здесь не было. А то я уже устал вас стрелять уже. Хоть сделайте им милость. Хоть один раз в жизни умрите вы раз и навсегда. И больше не появляйтесь. А то вот именно литовцы, русские и украинцы, они больше всего бастуют. Вот особенно украинцы и русские. Сейчас, как вы видите, очень патриотично относятся к своей земле. И поэтому они хотят ее вернуть. Но, ребята, Польская Республика так просто свои земли не отдает. Вот именно уже свои земли. Потому что у нас уже есть как-никак щитки. На все эти земли. И поэтому, в общем-то, эти территории принадлежат нам. Так, Кандара. Ты же наш вассал? О, да. Наш клиент. Потом. Дулкатир. Ты что? А, ты что-то какой-то вредный у нас. Поэтому развивайся ты там сам. Пускай у тебя там будет своя атмосферка. Так, потом кому нам надо еще выплатить? Вот Венгрия. Вот Венгрия ты просто молодец. Воюешь, так воюешь. Бранденбург. Вот кого мне терять не очень-то охота, так это тебя. В общем-то, немцы и поляки самые лучшие друзья. Да. У нас здесь немножко такая, знаете, параллельная вселенная. То, что немцы и поляки дружат. Но, в общем-то, ладно. Пускай, потому что поляки влавствуют над Германией. Блин, ну точно параллельная вселенная. Польша стронка, Германия чуть не очень. Так, выборы. Оставляем нынешнего правителя. Конечно, зачем смещать такого правителя, при котором наше государство достигло рассвета, как-никак. Поэтому давайте. Перемену мне армия провинции Нижний Новгород. Нижний Новгород, вот что-то вообще как-то не звучит. А вот армия Москва. Армия Москвы, конечно. Армия Москвы, вот. А то армия Москва. Сразу видно, что не русские какие-то понаприехали идут в Москву. Да. Что-то здесь у нас. Обстановочка пока что тихая. Но вот это меня как раз таки напрягает. Почему же она такая тихая? Что-то, знаете, в Европе тоже ничего не происходит. Никакие войны не идут. Вы посмотрите, Великобритания ни с кем не воюет. Воюет только в самой Великобритании. В общем-то, там что-то британские крестьяне сейчас захватят власть. То есть, капитализм, революция, буржуазия сейчас этих королей поставит на свое место. Патриоты Венгерска. А вот мы уже поставили этих королей на свое место. И теперь у нас, как видите, республика. Все крестьяне радуются. И, в общем-то, давайте наймем нового советника. Даже не знаю, кого из этих найдет. Давайте защиту крепости. Не очень я хочу тратить деньги на зарплату советникам. Не хочу я им как-то особо платить. Ну и, в общем-то... Так. Где наша армия? А, вот она, армия. Ну и, в общем-то, без советников оставаться я тоже как-то не хочу. Так, калиш. Польский партикульный. Да что ж такое-то? Сколько вы там можете появляться? В этом калише. Где вы там? Вот вы. Сигузман Тритвянский. Что-то идут и идут. На что они надеются? Блин, ребята. Уже просто, я не знаю, миллионы. Просто, понимаете, миллионы полстанцев мы расстреляли. И они все равно надеются на то, что нас смогут победить. Ну, наивные, конечно. Наивных надо гасить. Хорватия. Претендент захватил туда. Ну, ух ты ж, блин. А это разве не наш этот вассал? А, нет, это не наш вассал. Но зато Хорватия как-то более-менее нормальная республика. По-моему, она нас не предавала. По-моему, нас больше всего предали вот эти вот босницы. Вместе с сербами. Которых мы, в общем-то, и наказали. Теперь они просто наши холопы. И с холопами надо обращаться, конечно же. По-плохому. Давайте нанесем им оскорбление. Пускай знают, кто они такие. Типа гнусные предатели. Которые теперь служат нам. И, в общем-то, так им и надо. Так им и надо. С передателями только так и надо обращаться. Краков и Буджак. Ох, блин. Буджак. Патриоты румынские. Молдавия. Ты чего? Я-то думал, хоть ты нормально будешь. Теперь нас еще и Молдавия предает. Вы посмотрите на это. Молдавия нас предает. Молдавия. Ну, ты, конечно, сейчас очень меня огорчила. А вот огорчать меня, конечно же, не стоит. Огорчать такую польскую державу вообще никому бы сейчас не стоило. Конечно, вот Персия что-то здесь сможет еще попротивиться с этим предложением. Но, с другой стороны, что эти Персы? У нас войска-то западные. Ой. Ну, войска, конечно, европейские. И поэтому, хоть что-то, но сможем мы противопоставить этой Персии, освободить Казахскую Орду, вот что я и хочу. А то, что-то мне не очень нравится, что Казахская Орда сейчас в составе Персии. Как-то это, знаете ли, не очень хорошо. Персия лезет все в Сибирь и в Сибирь, и скоро все сибирские ресурсы перейдут к Персам. Поэтому надо как-то выдворять это иго, земель-то казахских. Так, что там, сарай 6 тысяч. Астраханские националисты и астраханские националисты. Да достали уже просто. Ну, сколько можно с вами воевать, вы, повстанцы. Сколько можно вас уже пилить, пилить, сколько можно вас резать. Кстати, да, это украинская армия в Харькове стоит, поэтому спасибо повстанцам за то, что они там появились. Указали на истинное местоположение нашей армии. И, в общем-то, ребята, думаю я, что надо вот здесь построить крепость второго уровня в Новгороде. Потом надо еще построить крепость второго уровня где-нибудь вот здесь вот в Костроме. Потому что если сейчас багенцы или великобританцы пойдут на нас нападать огромными войсками, то они захватят Новгород, да. Но потом вот здесь вот они встретятся с нашей каменной стеной. То есть, как видите, мы здесь построили целую стену. Сейчас я ее что-то натыкать не могу. Вот, в Беларуси из крепости второго уровня. И, в общем-то, эту стену достаточно трудно пробить у нас. То есть, такое сердце нашей державы. Если Беларусь пойдет, то, в общем-то, пойдет и вся Польская республика. Но, как видите, до Беларуси им еще топать и топать. Всяким тут супостатам. А что там Уральск опять взят? Астраханские институты? Да достали вы. Когда же вы уже все сдохнете? Да, вот такой вот я доброжелательный. Но, если бы они, конечно, стояли на своем месте, ничего бы не делали, эти повстанцы, то я бы, в общем-то, сохранил им жизнь. Ну, а так, никакой жизни, никакой жизни этим повстанцам. Они, в общем-то, рушат нашу республику. Нашу Великую Польскую республику. И поэтому ни в коем случае давать второго шанса этим супостатам нельзя. Что-то здесь, знаете, астраханские институты и патриот татарские. Вот, кстати, патриот татарские намного более умные ребята. То есть, как видите, у них уже мушкеты есть. Причем такие же, как и у нас. И что-нибудь, да, они смогут противопоставить нам. При войне, допустим, с Персией, с Персией, если Золотая Орда скинктуется с Персией, то тогда, в общем-то, они еще смогут дать кое-какой отпор. Ну, а так, как видите, вот именно военностью Золотая Орда, то есть, действительно, восточные мушкетеры и мусульманские мушкетеры вполне себе смогут дать нам отпор. И вот не очень я хочу воевать с Персией, на самом деле. Поэтому надо мне как-то попытаться развалить ее, Персию, изнутри. Ну, а как развалить, если у меня и денег нет, и, в общем-то, войск таких нет, чтобы, вы знаете, задействовать их в войне с Персиями. Что-то какие-то огрызки у меня всегда есть, но огрызочками как-то воевать не очень, скажу я вам. Огрызки это не то совсем. Наступают длинные восточные мушкетеры. Так, давайте вас построим здесь пятюню. Надеюсь, мы что построим. О, здесь у нас вообще строится все идеально. Поэтому все нормально, нормально. В кассе мы их сколько? Ух, блин. Там их что-то много слишком. Их там 6 тысяч, у нас 7. Но у нас еще содержание низкое, поэтому я и не стал нападать. Патриот австрийская. Эй, куда вы нашу мануфактуру-то деваете? Не надо там. Наша мануфактура ничего сделать. Наша мануфактура такого не заслужила. Так, что они в Тулу? Там мы тоже в Тулу. А, нет. Мы в Кассимов. Что здесь? Патриот и русская. Окей. Вот с патриотами мы говорим, в общем-то, на понятном для них языке. Просто расстреливаем и все. В общем-то, вопросов больше у патриотов нет. Централизация приносит плоды дохода налогов. Давайте. Чем больше налогов, тем лучше. Кстати, нам же надо там проводить земельные реформы. Земельные реформы это то, что нам нужно. Где здесь земельная? Здесь у нас национальный центр. Давайте перейдем к национальному центру. Вот оно. Так, давайте земельные реформы. Давайте даже поставлю на паузу. Можно, кстати, прожить канал. И там увеличится доход налогов. Но прожить канал это как-то не знаю. Что-то не кажется мне прям привлекательным. А где у нас реформы-то можно сделать? А, вот. Прости земельную реформу. Все отлично. В троках мы провели. В Гродно. Что у нас здесь? Ничего. Земельная реформа. Земельная реформа. Вот еще земельная реформа. И давайте перепись населения проведем в нашем центре. И, в общем-то, вот так вот. Потихонечку, потихонечку проводим мы здесь земельные реформы. Расширяем наш доход налогов. И потихонечку, в общем-то, развиваемся. Трансильванские националисты. 5 тысяч. Уже и трансильванские националисты потеряли страх. Ну ладно. Страх-то потерять все могут. А вот. Жизнь сохранить не все. Поэтому погнали. Погнали. Наша украинская армия сейчас займется этими нижегородскими националистами. Которые подумали, что они достаточно сильны для того, чтобы наказать нашу польскую республику. Ради вот что-то здесь. Вязьма. И опять вязьма. Опять эти русские. Постоянно эти русские куда-то лезут к нам. Окей. Давайте тогда в Рязани здесь как-то сформируемся более-менее. 21 декабря. Ну ладно. Наша армия успевает подойти на помощь. Вологда. Мы здесь все зачистили. Ой-ой-ой. Что-то вот там вот знаете на юго-западе у нас. Неразбериха с этими постами. Вязьма. Блин. Потеряли целый полк. Целую тысячу солдат мы потеряли. Из-за каких-то русских. И чего здесь у нас. Неживер Константин Плещеев. Сейчас получит пушку. Точнее пулю. И что ж. Сейчас он доживает свои последние дни. Армия Востока. Иди-ка ты у нас стой в Мордвее. Вот Мордвай это будет такой достаточно хороший пункт. То есть мы будем успевать и до Перми сразу загонять. И до Черного моря. Если там нам предстоит так гонаться. Так куда-нибудь. В новые замки. Вот в новых замках их как раз им нужно добивать. Дальше. Дальше. Что у нас здесь. Шесть тысяч. Ладно. Давайте я сейчас пробую победить их. Потому что у нас сейчас здесь полк. Там еще во Владимире. Как видите. Полк у нас. Сформируется. Ну. Просто это армия Москвы. А армии Москвы я как-то вообще не доверяю. Если честно. 18 января. Ну ладно. Как-нибудь попробуем. Как-нибудь возьмем все-таки мы этих повстанцев. Вязьмем мы все-таки всех расстреляли. В общем-то потихонечку. Потихонечку жизнь у нас налаживается. И пришел даже советник хороший. Советник у нас Оскар Кмита. Оскар Кмита у нас займет пост бывшего советника по обороне. Зачем этот министр по обороне. Когда в общем-то наша польская республика всех атакует. И всех в общем-то нагибает. Очень даже хорошо. Мы всех выиграем в новых замках. Что здесь у нас? В Пресбург дойдите вы. Нафиг ребята. Лучше пойду я вот этой армии в Пресбург. Покажу вам. Где. Всякие венгры зимуют. Вот особенно меня напрягает. Что венгры. Да. В против нас идут. То есть. Вроде бы наши враги. А вроде бы как бы. И наши враги. Ну ладно ребят. Давайте я вам подношения дам. В Молдавии я тоже отсыплю немножко денежек. И вот конечно Бранденбургу. Бранденбург это вот просто наше все. Потому что. Как-никак помогает нам. В каждой войне. Помогает нам с восстаниями. И такого. Хорошего сведника не терять естественно не хочется. Так. Украинская армия. Возвращайся к Катып-Харьков. Без тебя тут. Оборона не держится. Ну и погнали в Калиш. Все. Все пойдет. У нас минус 2 стабильности. То есть сейчас мы сможем организовать атаку. Что у нас там. По стабильности. Стабильность у нас самая больше качается. Зачем в принципе нам стабильность качать. Давайте вот так вот поставим. Чтобы стабильность. Стабильность инвестировалась именно где-то в пределах 50 монет. А во всем остальном у нас. Были нормальные инвестиции. Так. Что-то я задумал. Сейчас завершена. Буджак. Ух ты. Британцы все-таки отбились. Я задумал здесь хотя бы Финляндия у нас будет. Хороший. Хороший такой достаточно соседний. Агрессивный. Вот самое главное что я ценю в людях. Так это их не агрессивность. Потому что как видите. Нормально мы соседствуем с Финляндией. Они на нас не нападали. Ну и конечно. Такое соседство пойдет на пользу всем. Давай-ка Финляндия. Я себе предоставлю проход войск. Либо по паршюте проходят войск. А нет. С Данией как-то сейчас связываться не хочу. Не хватало мне тут еще и Данию. А ждаем восстание Вильно. Ух ты. Прям Вильно. Прям Вильно говорите. Да. Ну в общем-то за вами уже выехали ребята. Хакалы стервятники. Кенай. У нас какое-то распространение открытия. О. Венгры нам сейчас подойдут на помощь. Ну в общем-то поздно. Блин. Венгры какие-то тормозы. Просто. Чего? Куда вы там? Впечь? Ну конечно. Просто пришли, посмотрели и ушли. Так. Ождаемое восстание. Москва. Чего опять Московская армия проиграла? Да что ж такое вы будете делать с этой Москвой? Достали они уже проигрывать. Постоянно просто. Никак не могут выиграть. Достали меня уже. Поэтому погнали-ка мы ребята в Москву все. Ярославль. Вот ты мне сейчас вообще не нужен. Ты конечно хорошо воевал. Но сейчас ты находишься в центре моего государства. И поэтому. Ты уже к сожалению у нас лишний. Лишнее ты государство. А. А кстати. Точно. 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 Я же хотел продать буджак. Молдавии. Ну-ка Молдавия покупай. Вероятнее всего. За 20 монет мы тебе его и продадим. Давай-ка. Покупай ты этот буджак. А. Ты хочешь чтобы мы его освободили? Отвык же повстанцев. То есть ты его бесплатно хотела получить. Ох. Хитрая Молдавия. Бесплатно значит. Хотела тут получить. Ну ладно. Тогда мы с тобой поговорим. Чуть позже. А у нас пока здесь что-то восстание. Архангельск. Самара. Самарик. Ух ты блин. Быстро в Самару. Быстро сгоняйка в армию в Самару. В Самаре там у нас дела уж совсем плохи. И усталость в войну у нас уже. 5.02. Кстати содержание плота можно пока и понизить. Чуточку. А то что мы монетку-то серяем. Лишняя монетка тоже лишней не бывает. Да. И. Михаил Ваде. Ну что ж Михаил Ваде. Сейчас мы тебе. От фига Риде. Не знаю. Ну как это все поэпичнее сказать. Но получилось как всегда. И в общем-то потихонечку-потихонечку. Но перестреливаемся мы с этим Михаилом. Так. Устанцы добились успеха Москва. Ну конечно. Как же Москву-то не потерять. Вот армия Москвы просто безумчики. Вот просто я вам не знаю. Просто вам орден дать за то, что вы сливаетесь. Каждый раз. И в общем-то в такой маленькой Валахии сейчас произошел целый переворот. Да. Переворот мирового уровня. Весь мир узнал об этом перевороте. Ну и в общем-то. Что-то здесь в Валахии. С Валахией не то творится. Так. Польская. Эй-эй-эй. Поляки. Быстрее бегите в столицу. В столицу нельзя терять. Вы чего? Здесь мы с венгерской армией пока что присмотрим за Венгрией. Но вы там конечно смотрите повнимательнее. Так. Армия Новгорода. Нам не нужна. Поставим себе настроение. Давайте возьмем. Посмотрим что Москва. Саратов. Саратове. Мы вас сейчас там. Всех отстреляем. Парциум. Парциуме у нас тоже дела. Идут в гору. Так. И армия Новгорода. Можешь отправляться к себе домой. Кстати в Твери мы сейчас поможем нашим братьям Ярославам. Ну правда наши братья что-то здесь. Справляются и сами. Ну тогда мы в Ржев пойдем. А то что-то отогнали они конечно. Нижегородских националистов. И дальше не пошли. Вот такие вот братья нам. Попадаются. Да. Не брат ты мне Ярославль. Не брат. Несут эти оскорбления. За такую фигню. Я-то думал что ты мне брат. А ты оказывается предатель. Просто гнусный предатель. Украинская армия. Так. Что здесь у нас. Стреляемся мы в торговом центре. Перестрелка на базаре. Восточная Пруссия. Все. В общем-то. Ярославль расторгли с нами воинный сус. Ух ты ж блин. Вот это я их конечно ранил. Ну что ж Ярославль. Настало время. Настало время тебя валить. Так. Давайте поддержим и восстание здесь. Застиг своей цели. Он был обнаружен. Блин. Короче все. Будем избавляться мы потихонечку от Ярославля. Жалко мне конечно его. Жалко. Но. Что ж. За такое предательство. Надо будет карать его. Сарай. Что-то там мы еще где-то выиграли. Гойара. Урляндия. Так. Что у нас здесь по стране. По стране у нас все нормально происходит. Сколько там войны осталось. Уже три ребята. Получается что еще один год. Еще один год. И мы сможем взять во-первых национальную идею. А во-вторых мы сможем уже начать войну. А то как-то знаете без войны сидеть. Это очень даже скучновато. Ну ладно. Посидели и хватит. Как говорится. Надо идти дальше. К Урляндии. Тем временем у нас там была перестрелка. Идем мы в Ригу. В общем-то у нас все в Польше классно. Все делается потихонечку. Украинская армия у нас стоит в Харькове. Как и положено. Рига. Мы там всех перестреляли. Ну и все. Остаются здесь уже последние триады повстанцев. И можно отдохнуть с облегчением. Потерян пол для войны. Освобождение с державой Таунгу. Блин. Что ты Таунгу там такого сделал-то? Ух ты, блин. Ну здесь и Ву. Ну здесь и Таунгу, конечно. Это что? А, нет, это Потани. А где вообще Таунгу? А, вот оно. Чем же оно могло так согрешить? Что повод для войны и освобождения? Даже не знаю, ребята. Что-то здесь, конечно, неведомое в пигнях какая-то творится. Да, держава Ву здесь просто держит под собой Инда и Китай. Ну и Потани от них не отстают. То есть как-то здесь пока идет довольно-таки умеренная политика. Ну и просто безбашенная ситуация сейчас у нас в Восточной Азии. Просто кругом одни восстания. Китайские революционеры, патриоты, монгольская. И что-то здесь еще всякие разборки идут у нас в Индии. То есть сейчас в мире идет целая мировая война. Но, правда, пока что португальцы и испанцы не очень-то и ссорятся. То есть они, видите, в военном союзе. Я-то думал, что они сейчас воюют активно. А оказывается, они просто себе протирают штанину. Протирают они свою штанину. Так. Что это? Опять нижегородские националисты. Да, хватит уже. Бастовать-то. Что вот именно нижегородские? Почему, допустим, не московские? Почему именно нижегородские? Даже не знаю. Так. На кого надо нападать? Наверное, надо все-таки, знаете, напасть на Московию нам. Потому что Московия это как раз-таки та держава, которая сейчас для нас не очень удобна. То есть она может напасть в самый неподходящий момент. Да и тем более восстание от нее всегда есть. Так, в Астрахани давайте крепость второго уровня построим. А то достало меня уже там восстание. Во Владимире тоже надо. Вот в русских землях надо побольше крепости понастроить. Данцик можно не трогать. А где здесь еще русские? Так, Крым у нас не русский. Крым польский! Крым наш, ребята. Крым, конечно же, наш. Нижний Новгород. Вот в Нижнем Новгороде тоже крепость второго уровня надо втыкнуть. Так. Так, вот у нас сейчас 60 монет. Да? Надо оставить, чтобы закончить этот год. 60 монет мы оставляем. Значит, Ржев, крепость второго уровня. Потом Полоцк, крепость второго уровня. Муром. Вот самое главное это Муром. Потом, чего у нас здесь? Рудный Гор нет. Нет, Марайя, Бреслава, Саратов. Саратов. И что-то я здесь немножко переборщил. Не оставил я, в общем-то, сколько нужно было. Ладно. Снижу содержание войск. Кстати, с таким содержанием у нас даже в бюджете все нормально будет. Так что давайте. Давайте. Давайте посидим действительно с таким содержанием. Правда, сейчас Межгородские националисты отхватят у нас еще одну крепость. Но да ладно. Что будет, то будет. Теперь можно, знаете, что сделать? Вот здесь у нас строятся еще войска. Вот здесь строятся, да? Что здесь? Мушкетеры. Ну, мушкетер, в принципе, достаточно. А здесь что у нас строится? Пушки. Давайте мушкетеров от них отменим. Чтобы хоть как-то деньжат себе приубавить. И Трансильвания. Ух ты, Молдавия нам помогла. Вот за это я тебя и уважаю, Молдавия. Конечно, я в тебе сейчас отсыпал немножко деньжат. Но, как понимаешь, я сам сейчас не очень-то и богат. Все потратил я на крепости. Так. Лучше. Крепость третьего уровня. Да блин, они меня дразнят сегодня. Только начал везде крепости второго уровня возводить. И тут же они, бац, и крепости третьего уровня ставят. Ладно, чё ж, давайте отвоюем мы Архангельск. Правда, в таком содержании, я думаю, что наши войска могут даже и проиграть. Это мы оставим в декомстике. Хотя, это всего лишь три тысячи, ребята. Блин, у нас ещё высокие военные традиции. То есть, вот всё, вот просто, знаете, всё намекает на то, чтобы вообще сейчас начать войну. Но, блин, на 1 января надо пока ещё дожить. Живём до 1 января, а там уже посмотрим. Что да как. Так, чё у нас здесь? Ярославль. Эх. Конечно, тяжело мне с тобой расставаться. Но придётся. Придётся тебя ушатать. Снять статус вассала. Понижение нашей стабильности. Нет, вот так вот просто я не хочу понижать свою стабильность. Лучше ты пускай живи. Но если нападёшь на нас, то знаешь, что, в общем-то, это будет для тебя. Не в кайф. Так, чё у нас в Касимове? Владимир Адаевский. Ну, в общем-то, армия Москвы давай, дерзай. Хоть раз, но победи ты уже, блин, наконец-то. А то, блин, в каждом выпуске просто я уже её строю, 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 строю. У меня, блин, все деньжата вот именно на армию Москвы. То есть, я где-то не меньше 200 монет точно потратил. На то, чтобы построить вот эту вот армию. И, конечно, окупай себя. Давай. Что у нас здесь с армией Востока? Армия Востока у нас потихонечку тоже восстанавливается. В общем-то, всё у нас классно. И сейчас выборы. А-а-а, Фертинанд Марский скончался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кого ж выбрать-то? Чиновника, дипломата, либо военного? Давайте дипломата. Дипломат у нас, конечно, попался не очень, но... Пускай. Пускай. Там мы его заменим где-нибудь на выборах. А то что-то, в общем-то... Не очень мне нравится, что у него дипломатические способности. Хотя, как раз-таки, дипломатические способности у нас, как видите, помогают с усталостью от войны. Так. Аккуратно. Нам же надо нанять генерала. Точно. Генерал. Давайте ещё одного генерала наймём. Оскар Апатский и Луциш... Ох, блин, давайте его в армию Москвы поставим. В Иховский. То есть, хотя бы генерал будет у этой армии Москвы в норме. И, думаю, с таким генералом она уж точно не проиграет. Естественно, нам надо ещё бы содержание повысить. Но, кому какое дело до содержания, когда у нас есть бюджет? Вы просто посмотрите, какой у нас бюджет. Всего там минус три монетки в месяц. И это где-где? Это в нашей польской державе. То есть, буду называть теперь именно польской державой. И... Патриоты Австрийской опять бастуют. Ох, блин, проблема с этими... Патриотами. О, всё, дворяне. Дворянский переворот. Вот так вот. Попёрли на Польшу. Теперь получаете себе переворот. А то что-то здесь бастуют, значит, свои Венгрии. Только на польских территориях. А теперь, как видите... Венгрии получили. Бог наказал. Бог наказал. За то, что вот восстание мы здесь сыпали. Мои земли. Вот так вот. Бог на польской стороне. Ну, а мы что будем делать? Давайте-ка достроим крепости второго уровня. В принципе, крепости третьего уровня нет смысла строить. Потому что, ну, блин, они, во-первых, дорогие. А, во-вторых, они не очень практичные. Всего улучшается тысяча человек. Но при этом ты платишь довольно-таки хорошую цену. За вот это вот улучшение. Так что давайте мы в Самаре построим. Построим мы в Перми. Обязательно. Вот в Перми бы. И в Москве. Вот в Москве просто, я не знаю. Это нам надо сделать непосредственно. И в Курляндии давайте. И вот еще. В Курляндии тоже такой достаточно нормальный городок. Жмуть новые замки. Я думаю, Уральск. Уральск. Там же есть и православие. Давайте в Уральске тыкнем. И все пока. Пока что так мы и будем жить. Политика не вмешательства. Ну, блин, давайте тогда еще одну крепость построим. Окей. Уговорили тогда. Раз политика не вмешательства, то значит политика не вмешательства. Тула. Тула. Ну, давай-ка. Нет, знаете, вот. Давайте вот так вот лучше по карте рассудим. Чего у нас здесь? Белое озеро строится, да? Ну, здесь вот мне надо где-нибудь северную границу укрепить. Либо западную границу в принципе и не нужно. Но вот западную померание я на всякий случай, но укреплю. Потому что мало ли. С Мерленбургом я сейчас не в очень-то хороших отношениях. Поэтому давайте-ка я лучше укреплю свою границу со своими вассалами. Ибо может быть здесь всякое. Ну и пока что. Оставлю вас наедине с Европой, а пока отойду попить компот. А то уж очень сильно в горле пересохло. Да, классный компот. Что у нас здесь? Провести фестиваль. А давайте. Давайте танцуют все. Погнали. Фестиваль. Что у нас здесь? Давайте наймем всяких советничков. Пусть у нас здесь служат. Нанестиции в управление, нанестиции в торговлю. Вот так вот и надо. Так, что у нас там кстати? Почему логим? Первого мая, вот оно, вот оно. Вот она дата моей мечты, вот она. Поэтому давайте. Сейчас мы будем думать насчет националки. И можно даже начать какую-нибудь войну. Войну я думаю начать с Москвы. Война с Астри. Но Астри там по-моему воюет. А Астри еще и проиграла войну. Ох, лол. Ну, Астри, конечно, и попала. Так, богинская армия 2000. Там что, Штирия? Штирия против Астрии воюет. Ох, блин, ну все, Астрия. Ну вы попали. Вы просто молодцы. Чего у нас здесь? По националкам. Что нам вот прям, знаете, так нужно вот сейчас в этот момент? Интересная вербовка. Ну как-то с кораблями я не очень дружу, поэтому нет. Насчет армии, да. С армией у нас как-то тоже все нормально. С рекрутами у нас тоже сейчас проблем вообще не будет. И поэтому они нам тоже не нужны. Насчет открытий тоже как-то не знаю. Ну что нам открытие? Что это вообще такое вот открытие? Ращита от шпионов тоже нам вообще не нужна она. Так, гуманитическая терпимость, терпимость к язычникам плюс 2. Нет, это нам тоже сейчас не надо. Давайте тогда обязательное посещение церкви. Все-таки стоимость стабильности уменьшает. И как-никак стабильность. Бесчестие мы уже не снизим никак. 181 бесчестие это уже не лечится. А вот со стабильностью, со стабильностью, мы тогда, в общем-то, сможем здесь еще поиграться. В этой вот Европе. Ну и погнали. Погнали мы резать этих москалей. Че ж, Москва, держись. Их сузники Валахи. А ну Валахи, блин. Она, знаете, она лишь грозная на вид, но на самом деле ничего она из себя не представляет. Это, конечно же, был сарказм, на самом деле. Че здесь 6 тысяч Валахов-то нам сделают? Я даже не буду туда идти. Зачем туда идти, если там есть у нас Молдавия, если тут у нас есть Генгрия. И, в общем-то, там можно, кстати, на Австрию напасть. Ох ты, блин, Австрия, Австрия. А ну-ка, иди сюда, братишка. Будем мы тебя резать. Резать мы тебя будем. Так. Все, Московия, держись. Подли войны освобождение. Ноль бесчестия. А че? Это за освобождение, да? Ну, в общем-то, все. Погнали мы. Погнали мы воевать в Москве. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ну, просто, блин, заводили нас этими. Прекрасно. Естественно, все за нас. Все за нас, кроме Ярославля. Ярославль теперь больше не в нашем братстве. И, к сожалению, с ним нам потом придется покончить. Да. Вот так вот я говорю. Покончить мне с тобой. Отмена прохода войск с Рязанью. Ой, да ладно. Че ж мне Рязанью-то делать? То и че, ринг я сюда полезла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, прям боюсь-боюсь. Давайте, все на меня. Все, кто хочет. Идите-ка вы на меня. Так, а мы, кстати, там и одной армией справимся. Чего нам будет с этой армией? Валахия. Валахия. А ты интересная страна. Ты интересна. Так, да, не в Сальнок. Ух ты, ну раз вы в Сальнок, то идите в Сальнок. Вот тогда я вам заплачу. Я вам даже здесь зарплату выплачу. За такое вот. За такой вот подвиг. Рудные горы. Тюрингия. Че там, одна тюрингия что ли? Ой. Попала ты, тюрингия, слушай. А че ж она на нас напала? Давайте посмотрим. Отказ от помощи. У кого там есть? Не у кого. То есть она просто взяла и напала. Ну ладно. Психанула, так психанула. У кого ж психов не бывает? Да. Че-то у нее какой-то этот невроз случился. Так, Валахия, Беломир. Ну нет, Валахия. Ну ты просто понимаешь, что ты как-то двухпровинчатая. Плюс еще ты у нас видишь прямо на Балканы. Точнее, прямо к Турции. Прямо к Константинополю. И поэтому я тебя хочу захватить. Че там у нас по усталости, кстати. От защищения. Ух ты, у нас усталость-то не очень растет. Че у нас там Рудные горы и Буджак. В Рудных горах ясно. В Буджаке у нас тоже ясно кто стоит. Поэтому давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok